Итак, продолжим работу. В этом заключительном уроке я хотел бы дать вам несколько советов относительно резервного копирования ваших данных. Во-первых, давайте поговорим вот о каком моменте. Сегодня мы установили операционную систему, поставили на нее драйвера, программы. Сейчас мне все эти программы нужно будет еще настроить, оптимизировать. То есть, плюс система у нас сейчас находится в идеальном состоянии, в ней нет никакого мусора, в ней ничего лишнего нет. И само собой просится сделать некий слепок этой системы, образ этой системы, чтобы потом мы могли его в нужный момент восстановить. То есть, заразился у нас компьютер вирусом, мы за 15 минут взяли и восстановили вот это идеальное состояние. Или прошло полгода, система начала уже тормозить и уже некомфортно в ней работать. И опять было бы неплохо за 15 минут восстановить вот это идеальное состояние, в котором мы находимся сегодня. Когда установлены все программы, все драйвера, все настроено, все оптимизировано, все летает. Вот было бы неплохо каждый раз это все не переделывать заново, а уметь восстанавливать за 15 минут из-за вот такого слепка. Вот это делается с помощью специальных программ, таких как Acronis, TrueMage и других подобных. Вот, а второй момент, я вам советую искренне настроить резервное копирование ваших данных. Потому что не секрет, что жесткие диски, это устройство не очень-то и надежные по сути, а в сегодняшнем мире информация, которая хранится на этих жестких дисках, может стоить вам огромного количества времени, потраченного на ее создание, на ее поиск, обработку и так далее. И многие люди беспечно относятся к этому вопросу, а потом, когда жесткий диск выходит из строя, то начинается здесь паника. Либо данные можно восстановить, но это стоит дорого, либо их восстановить вообще нельзя. И человек теряет годы работы, может быть, там гигабайты личных фотографий и другую важную информацию. То есть вы даже сами можете себе представить, что вы будете делать, если через 5 минут у вас вот жесткий диск полностью сгорит. На этот случай должен быть обязательно план. Причем я советую резервировать данные как минимум в два независимых источника. То есть, например, на внешний жесткий диск и куда-то еще в облако. Или на сетевой накопитель, который у вас есть дома, и опять же в облако. Чтобы в случае чего у вас было как минимум два варианта, откуда вы можете восстановить свои данные. Но вручную это делать опять же лень, как правило. Для этого я вам советую автоматизировать весь этот процесс и все свои данные автоматизировать с помощью специальных программ. Их сегодня достаточно много. И чтобы вам облегчить задачу, я вам советую зайти на мой сайт евгенийпопов.ком. Зайти здесь в рубрику «Программы» и найти там две статьи. Это «Моя история по настройке резервного копирования, часть 1» и «Моя история, часть 2». Вот там я поделился своей историей, какие программы я испробовал, что я вообще делал для автоматизации, на чем в итоге остановился. И там, я думаю, вы найдете для себя много полезного. А на этом я здесь с вами прощаюсь. С вами был Евгений Попов. Надеюсь, данный курс вам пригодился, и вы хоть какие-то новые вещи для себя узнали, новые программы, может, какие-то открыли, новые фишки для себя вынесли из этого небольшого мини-курса. Увидимся в других моих видеоуроках. С вами был Евгений Попов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok